Вратаж должен быть психологически сильным. Но на ошибку не имеешь права. Если ошибка, то это гол. Вратаж должен командовать своими игроками. Чтобы взбодрить, где-то можно и подкрикнуть. Футбол — это мужская игра. У меня сломаны и выбитые пальцы. Но если убирать ноги, убирать руки, убирать голову — это балет. Тренер батареи — Сычок Владимир Алексеевич. Увидел во мне что-то стоящее. Вложил в меня душу. Он относится ко мне как к сыну, как к другу. Если Саша пропускает какой-то гол, я виню, во-первых, себя. Видно, я не столько ударов сделал, не ту нагрузку дал. В каждой ситуации нужно отыгрывать до конца. Может быть, не нужно было на колени падать. Может быть, да, стоечку можно было чуть повыше. Никогда не бросаю. Если мы вместе, мы должны быть вместе. Один из самых опасных моментов — не побоялся. Я сыграл в лед, выбил ближней ручкой совершенно правильно, тем более в борьбе. Дебютная игра была с «Зенитом». Все топовые игроки «Зенита». Можете представить, вы не умеете плавать, и вас бросают в море. Вам даже круг не бросают. Он не играл никогда на таком уровне. И я ему говорю, Алексеевич, как вот сейчас мне играть? Он такой, выходишь и делаешь то, что умеешь. В фенальте ворот Амкара отправляется бить Халк. У него самый сильный удар в мировом футболе. Удар! И великолепен Селиков! Неплохо сыграл. Алексеевич ко мне подходит и говорит, Сань, вот какой я подлец. Тебя к тиграм в клетку бросил и даже ножичка с собой не дал. Вот от природы ему донул. Папа с мамой постарались на генном уровне просто. Вы когда-нибудь видели, как самолет взлетает? Здоровая махина взлетает. Это эстетически красиво. А когда идет подача, Саша стоит, как на лезвий бритв. Все правильные движения. Он не делает ничего лишнего. Я хотел бы, чтобы Саша сыграл на чемпионате мира за сборную России. Если он будет так же прогрессировать, как он прогрессировал до этого времени, я думаю, что такой шанс у него есть. Мне позвонил мой агент и сказал, кого интересуется Спартак. Лучшая команда страны. Посоветовал с Алексеевичем. Я знал, что он будет чуть-чуть выше, чем Амкар. Что Бог не дает все к лучшему. Если он дал Спартак, значит Спартак. Так должно было случиться, так должно быть. Время его пришло. Для меня Амкар стал хорошей школой жизни. Это была моя семья. Я буду скучать, наверное, очень сильно. Сегодня для Александра Селихова прощальный матч в Перми. Он переходит в московский Спартак. Большой шанс для молодого таланта. Ну, давайте я его сейчас оставлю в Амкаре, никуда не отпущу его, но это неправильно. Человек должен расти, он должен типа поступать. Алексеевичу, конечно, жаль, что расстаемся. Думал, чтобы его с собой забрать. Но у нас не теннис, где у каждого теннисиста свой тренер. Селихов был незаменим в Амкаре, но что ждет его в Спартаке? Триумф, Еврокубки, сборная или скамейка запасных? Никто не знает, что будет дальше. История, Еврокубки! Селихов! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть такое выражение? Расставание – маленькая смерть. Спасибо! Спасибо! Если хочешь чего-то добиться, от чего-то нужно отказаться. Я-то последний не верил, что он уйдет. Все. Все, хватит. Переход сразу в такой клуб, как «Спартак», он не дается легко. Это другой подготовительный процесс, это все другое совсем. С Алексеевичем у нас такие отношения сложились. Мне не хотелось все у него узнавать насчет тренировочного процесса. А здесь я стараюсь этого не делать. Мне кажется, тренер может понять, что ему не нравятся мои тренировки или что. Как будто забрали, Алексеевич. Я понимаю, что он ушел в другую команду. И по классу, и по популярности она выше. Внутри что-то сидит такое, что он не должен был уходить. У тебя было, и ты это потерял. С этим надо просто жить, и может, время лечит. Пока не лечит. Сегодня в воротах «Спартака» основной голкипер этой команды – Артем Ревров. «Спартака» Дорога жизни предоставила мне очередное испытание. Когда приходишь в новый клуб и не играешь, это тяжело. Очень уверенно действует сегодня Артем Ревров. Вратарь «Спартака» здорово играет на выходе. «Спартака» Если я оказался на скамейке запасных, я не буду ждать. Ты давай ошибись, и тренер сейчас меня выпустит. Нет, ничего хорошего от этого не будет. Алексеевич говорит, что нужно терпеть. Хотя в его словах и проскакивает, чтобы я вернулся назад. Но мне не очень хочется назад, потому что я здесь еще ничего не сделал, не доказал. Тем более я ему обещал, что я попаду в сборную. Я буду биться здесь до конца. Мы не видим причины, чтобы его вызывать. Нам нужны готовые футболисты. Флот, сорванный раньше времени, он не сочный, да? Я был пять лет вторым вратарем в «Спартаке», потом начал выиграть в основном составе. Был уже два раза признан лучшим вратарем Советского Союза и не получал еще вызов в сборную. В то время надо было годами доказывать свою состоятельность, чтобы на тебя обратили внимание. Сейчас его задача бороться за номер один у себя в «Спартаке». Все в его руках. Сегодня дебют Селихова в воротах «Спартака» и сразу против «ЦСКА». Может быть, будет лучше, может быть, будет хуже. Полгода Селихов провел на скамейке запасных, но сегодня у него появился шанс проявить себя. Посмотрим, оправдается ли риск главного тренера «Спартака» «Массиму Каррере». В жизни человеку всегда даются шансы. Насколько ты его используешь. «Спартак» в атаке. Опасный момент. Удак, воротовый гол! 1-0 «Спартак» выходит вперед. Мы ведем, выигрываем. У меня первая мысль побыстрее была, но все закончилось. Полузащитник «ЦСКА» Головин свечом входит в штрафную. Несколько тинков, прострел. 1-1. Мяч в воротах Селихова. А когда проигрываешь, наоборот, почему так быстро идет это время? Ты хочешь отыграться. Удар издали и гол. 2-1 в пользу «ЦСКА». Какой обидный мяч пропускает Селихов. Мягко говоря, не очень удачный дебют. Иногда может что-то пойти не так. И ты ничего не сможешь с этим сделать. Из-за досадной ошибки Селихова «Спартак» проигрывает в дерби. Поражение их нужно тоже принимать и еще больше из себя спрашивать. Потом была игра с локомотивом. «Спартака» явно дает второй шанс молодому таланту Александру Селихову. Где тоже пара мячей на моей совести лежит. Алексеевич! Здравствуйте. Погоди. Готов? Объясни мне, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы поймать этот мяч. Локомотив подает удар. И это гол. Без шансов. Ну как без шансов, Сань? Ну если... Какой шанс? Ну если я еще не вижу. Шанс один. Сань, правее ты бы уже видел. А если бы ближе игрок пробил головой? Если бы, если бы. Если ты не делаешь бросок или какое-то движение, читай, что ты проиграл. Опасный момент. Алексей Веранчук выходит один на один с Селиховым и забивает второй гол в ворота «Спартака». Я чувствую, ты уже все, ты уже о груди сыграл. Хорошо управлять лодкой с берега. То есть Саша там гребет, а я подсказываю. Замечательная просто. Так не всегда получается. И снова не выручает свою команду Селихов. Уже третий мяч влетает в ворота «Спартака». Стоять практически по центру, здесь идет удар. Сместись сюда на наш шаг. Я пропускаю четвертый гол. Я просто смотрю, как люди встают со своих мест и уходят. Куснулся. Вот это больно. Это очень больно. На самом деле, очень стыдно было. В прессе написали, что недостойно за «Спартак» играть. Вот эти два матча провальные для меня стали. Две ночи я не мог спать. Вся игра перед глазами, что ты мог сделать, чтобы не допустить тех ошибок. Я ходил к руководству, просил об аренде, еще советовался с Сычевым. И он мне говорил, что в Лиге чемпионов надо хотя бы присидеть, почувствовать, что это такое хотя бы шосскомейки запасные. Артем Ребров получил мощнейший удар в бедро. Вратарь «Спартака» лежит на газоне и, похоже, не может подняться. Ну что, дебют в Лиге чемпионов Селихова или Ребров продолжит игру? Есть такое понятие в вратарском деле предвиденные ситуации, как пройти этот мяч, вот так и там. Алексеевич мне писал, есть чуйка, что будешь играть. Я ему пишу, да, буду играть сегодня вечером после игры на скрипке. Я знал, что он будет играть, не знаю почему. Напомним, что Селихов абсолютно никакого опыта игры на таком уровне не имеет. В голове только одна мысль, мне нужно исправиться. Я хотел доказать, что этот матч с ЦСКА, с Локомотивом, это было неразумение, несчастных случаев. Тренер Спартака так по-отечески провожает Селихова в первый в его жизни матч в Лиге чемпионов. Селихов. Вы знаете, я бы не сказал, что как-то слишком волнуется Селихов. По крайней мере, по нему этого не видно. Селихов на выходе, уверенно, как будто каждую неделю в Лиге чемпионов. Не каждый воротарь мог бы так сыграть. Он идет, он выручает, он играет в броске. Подача, Селихов на месте. Он попал в эту команду, но он соответствует этой команде. Ошибается оборону Спартака, но вовремя выходит Селихов. Безупречно играет сегодня молодой голкипер. В принципе, у меня задача была на этот матч в Ливерпуле футболку взять. Буквально воспарил Селихов со штрафной. Ты должен быть равный среди равных. А в той игре он был лучший среди равных. Удар в упор. Вот это да! Невероятно! Селихов в десятый в сотый раз выручает команду. Нужно прибавлять. Если я не попаду на чемпионат мира, вот это будет боль. Я сам для себя обязан там быть. Я не гонюсь ни за какой известностью. Я хочу просто играть. В ту ночь я сразу поехал у народа. Все, спасибо, ребята. Родился сын, Тема. Я еще не понял, я еще отец. Мне 23, еще дурак дураком. Тема родился 57 сантиметров. Старая, я какой? 57 преследует. Тогда был самый счастливый день в моей жизни. спектрой. ~? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У меня было идеальное детство. Я хотел бы, чтобы он шел на улицу, играл во дворе в футбол. Вот как у меня все это было. Я там смотрел, у кого у сверстников был компьютер. Думал, подойти к отцу, что ли, тоже сказать, чтобы компьютер купил. И не подходил, я боялся. И все правильно это получилось. Кто вырастает забалованным мальчиком, ничего не добивается. Терпеть не нужно. Он, стиснув зубы, уволив кулак и пошел. Когда ты уперст, он тебя отбрасывает. Непробиваемый Селихов. А ты все равно идешь. Он прочно занял место основного вратаря в «Спартаке». Может быть, не с первого раза, но со второго, с третьего ты все равно дойдешь до своей цели. Субтитры создавал DimaTorzok